Российская прокуратура отмечает 300-летие основания службы. В Старомосколе на защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства 25 сотрудников. На пути от Государева Ока до противодействия киберпреступности в ведомстве сохранили неподкупность и связь поколений. Праздничный день начался с поздравления ветеранов. Владимир Алексеевич Скеп по служению закону отдал почти 30 лет. Острый, несмотря на возраст глаз опытного следователя, сразу отметил качество нового обмундирования. Вот это лучше форма. А тогда никто не обращал внимания. Есть форма, нету формы. Фуражки, плащи, гляньте, кожаные у нас какие сейчас выдают. В ответ на поздравление и подарок ветеран кратко желает самого главного. «Чтоб люди не болели и сами работники не болели. Вот тогда будет жизнь нормальная». «А вообще в прокурорской работе что самое главное?» «Честность, доброта должна быть у него». Владимир Алексеевич с интересом следит за работой родного ведомства. Успехи впечатляют. За минувший год возбуждено 3000 уголовных дел, 1100 направлены в суд. В коллективе сегодня 21 помощник прокурора и трое заместителей. Геннадий Куликов с троюз 2003 года. «Это дата 300-летия формирования органов прокуратуры. Она действительно для всех очень знаменательна, памятна. Но при этом это для нас такой же рабочий день. Он с долей праздничности, но и с долей обыденности. Мы всегда находимся на страже законности и в этот день тоже». Петр I, учредивший прокуратуру, говорил, что генерал-прокурор – это его око в органах государственной власти. Государевым оком остается ведомство и спустя 300 лет. В 2021-м в Старомосколе выявлено порядка 2000 фактов несоблюдения федерального законодательства. Устранено более 300 нарушений прав несовершеннолетних. Выявлены случаи ущемления трудовых социальных прав граждан, интересов предпринимателей. «Всегда старались каждому человеку, обратившемуся в прокуратуру, помочь. Любое нарушение со стороны органов местного самоуправления, правоохранительных органов, не оставалось без пристального внимания». Особенно много жалоб было на работу судебных приставов. «В тесном контакте сейчас находимся с этой службой, и каждое обращение самостоятельно проверяем, без перенаправления в вышестоящие структуры. Очень много жалоб и обращений поступает на действия иных правоохранительных органов, органов внутренних дел. Многие были недовольны действиями сотрудников службы участковых полномоченных полиции. То есть не всегда их обращения оставались полностью разрешенными». Еще одна примета времени – рост ядрогенных преступлений. Так называется ухудшение состояния человека, спровоцированное действиями медработников. «Дела в отношении медицинских работников, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, это сложная категория дел, считаю. По ним вообще возможно доказать что-то?» «Конечно, и доказывают, и проводятся специальные экспертизы. В нынешнем году было очень много и трогенных преступлений выявлено, которые в настоящее время расследуются, и правовая оценка действиям лиц виновных или невиновных будет дана прокуратурой. И если при условии, что будет все законно обоснованное направление дела в суд, то, естественно, будет дана судом». Серьезную работу прокуратура проводит и по профилактике подростковой преступности. «Мы надеемся, что наша работа принесет плодотворные результаты. В 2022 году мы не допустим такого роста, который наблюдался на территории Старо-Скорского городского округа в 2021 году». «Евгений Викторович, скажите, пожалуйста, а пандемия наложила какой-то отпечаток на работу прокуратуры или все было в штатном режиме?» «Мы, хоть и в усеченном иногда коллективе, продолжали выполнять свои обязанности. У нас многие сотрудники тоже переболели. Продолжали работать, находясь на удаленке, и выполняли поставленные перед ними задачи». «Для вас лично 2021 год каким был? Это же была смена места жительства, места работы, новый коллектив. Вот как вы для себя оцениваете минувший год?» «Для меня он был успешен, поскольку я возглавил Старо-Скорскую городскую прокуратуру. Это достаточно такой обширный объем работы. Что-то новое для себя открыл, новых людей открыл для себя. Я думаю, что каких-то негативных последствий не было в 2021 году от моего назначения. Я думаю, что взбодрил, во-первых, сам себя немножечко и какие-то новые для себя цели, новые задачи. Достаточно интересно работать на новом месте. Хочется как можно глубже в это окунуться». Вера в прокуратуру в народе жива. Сюда идут как в последнюю инстанцию. Действительно так. Вот что испытываете вы, когда удается помочь тем, кто обращается? «Во-первых, какую-то определенную радость в душе испытываю. Потому что нацелим всегда на то, чтобы каждому человеку помочь в его беде, в его проблемах. Максимально стараемся привожить все усилия для того, чтобы защитить права каждого гражданина. И когда это удается, действительно получаешь какое-то моральное удовлетворение». К 300-летию ведомства пятерых лучших сотрудников Староскольской прокуратуры отметят наградами генерального прокурора и руководителя областной службы. Торжество пройдет в Белгороде. «Поздравить прежде всего с Новым годом, с наступившим, с Рождеством Христовым. Пожевать всем хочу крепчайшего здоровья в наше непростое время. Чтобы все задачи и цели, которые перед ними будут поставлены, всегда выполнялись. Чтобы всегда в семье был порядок, поскольку надежный тыл – это основная опора каждого человека. Ну и поменьше проблем с праздником». Анна Семенова, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал.